Вчера по сотовому телефону мне был звонок и мягкий, но довольно настойчивый и хорошо поставленный женский голос предложил мне взять огромную сумму кредита на самых наивыгоднейших для меня условиях, что-то около 5-6% годовых. От меня требовалась самая малость. Назвать свои персональные данные паспорта, назвать свой ННН, СНИЛС, еще несколько цифр оцифрованного человека и послать энную сумму денег. Любым из самых удобнейших для меня способов. Но они просто не поняли, кому они позвонили. Друзья, будьте предельно внимательны, когда вам звонит незнакомый номер. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Средства связи постоянно совершенствуются, а вместе с ними совершенствуется мастерство злоумышленников, а иными словами телефонных и компьютерных зловредов. Это новая форма вымогательства. Вам могут позвонить голосом вашего близкого и срочно потребовать энную сумму. Ключевые слова здесь «срочно» и «большая сумма денег». И еще одно ключевое слово. Оно вспыхивает ярким маркером. Это слово «опасность». То есть ваш близкий находится в опасности и ему срочно, прямо сейчас, вчера, нужна большая сумма денег. А между тем, все очень просто. Злоумышленники очень ловко научились вешать вам на уши эдакую развесистую лапшу. С этим я обратился в отделение полиции и мне предложили ознакомиться вот с таким небольшим постером. Здесь очень кратко и в то же время подробненько описывается, как действуют современные зловреды. Как уже говорилось, научно-технический прогресс не стоит на месте и зловреды активно используют сотовые телефоны и компьютеры. Посредством сотовых телефонов вам могут предложить несколько ситуаций на любой вкус. Вот самые часто повторяющиеся. Озвучу постер. Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду. Для того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме работают мошенники. Не впадайте в панику. Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию. Второе. Блокировка банковской карты. Сообщение о блокировании банковской карты с номером, по которому нужно позвонить. Вам приходит смс. Цель. Узнать личный код банковской карты. Знайте. Проходить по ссылке, либо звонить на данный номер нельзя. Еще как вариант. Получение выигрыша. Компенсация за потерянный вклад. Или еще какие-нибудь выплаты по страховке. Добавлю от себя. Мошенники сообщают о выигрыше приза. Возможности получения компенсации за потерянный вклад в финансовую пирамиду МММ или Хопер Инвест. Или еще какая-нибудь хумера. Жертве можно забрать его, заплатив определенную сумму за сохранность денег или налог. Это все хумера. Знаешь, что такое хумера? Химера, хумера, хумер, его поймет, что это. Пыль в глаза. Этого ничего нет ни в природе, нигде. Это не материя. Этого нет в таблице Менделеева. Это гребаные сказки. Подумайтесь. Настоящий розыгрыш призов или компенсация не должны подразумевать выплат с вашей стороны. Вирус в телефоне. Это самое страшное сообщение, на которое ведется большинство лозеров. А, как вы знаете, все наши бабушки, матушки, они по большей части являются теми самыми лузерами. Мошенники запускают вирус в телефон, предлагая пройти по зараженной ссылке. В том числе и от имени друзей. Например, взломав аккаунт вашего друга или близкого. Как часто вы меняете пароли? Задумайтесь об этом. С помощью вируса получают доступ к банковской карте, привязанной к телефону. Установите антивирусную программу и не проходите по сомнительным ссылкам. Чаще всего бывает, что никакого вируса даже и нет. А приходит просто страшное сообщение, что у вас в телефоне вирус. Социальный инжиниринг. Это было то, что касается телефонных мошенников. А вот то, что касается вашего настольного компьютера. Это интернет-мошенники. Например, объявление о продаже на сайтах и в социальных сетях. Очень часто мы это наблюдаем. Мошенники-продавцы просят перечислить деньги за товар, который впоследствии жертвы не получают. Знаете, переводить деньги без предварительной проверки и гарантии нельзя. Вспомните тот же всем небезызвестный сайт Алиэкспресс. Там покупатель получает гарантию на 60 дней. Это так называемая заморозка банковского счета. То есть, пока вы не получите товар и не сообщите об этом, продавец деньги не получит. Это и есть ваши гарантии. Но если таковых гарантий нет, это уже есть повод усомниться в чистоте данной сделки. Объявление о покупке. Мошенники-покупатели спрашивают реквизиты банковской карты и или СМС-код для перечисления денег за товар. После чего похищают деньги с банковского счета. Знаете, никому и никогда не говорите данные своей карты и СМС-коды. Сообщения от друзей. Очень часто, взломав определенный аккаунт вашего друга, вам сыпятся различные сообщения. Мошенник пользуется чужой страницей в социальной сети в интернете и под видом друга или родственника просит перечислить ему деньги или сообщить данные вашей карты для перечисления вам денег под различными предлогами. Предлогов может быть очень-очень много. Я попал в аварию. Я потерял свой телефон. Я набухался. Дружище, подкинь денег на такси. О, блядь, это жулики. По такой схеме работают мошенники. Перезвоните своему другу и перепроверьте полученную информацию. А вот как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете? Первые вводные, которые должны вас насторожить. В основном низкая цена. Например, распродажа гаджетов. Всего по 1000 рублей. Конфискат и тому подобное. Билибердятина. Стоимость товара в магазине мошенников зачастую существенно ниже, чем в других. Не следует поддаваться на слова. Акция. Количество ограничено. Спешите купить и так далее. Все это небольшие слова. Крючочки. Завлекалки. Отсутствие курьерской доставки и самовывоза. Тоже должно насторожить. В этом случае нередко приходится вносить предоплату за услуги транспортной компании. Злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции об отправке товара. Имея под рукой фотошоп и некоторые навыки. Нажатие кнопок. Такой документ появляется на раз. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Подтверждение личности продавца посредством направления покупателю скана его паспорта. Отсутствие истории продаж у продавца или магазина. Неточности и несоответствия в описании товаров. Чрезмерная настойчивость продавцов и менеджеров. Это самые-самые резкие звоночки. Купите. Срочно. Завтра будет дороже. Прямо сейчас. Прямо сегодня. Спешите. 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 Вот они. Тревожные колокольчики, которые должны вас насторожить. Требования предоплаты продавцам. Это все идет. Все к тому же. Разнообразных вот этих крючочков, подцепок у злоумышленников, зловредов великое-великое множество. Они постоянно совершенствуют свои преступные схемы. Их цель получить ваше бабло, ребята. Злоумышленники способны ввести вас в состояние ступора. Обычно это происходит после бурных вечеринок, после того, как вы пришли с работы. Не давайте вешать себе на лше лапшу. Помните. Ваш телефон давно уже не ваш. Ваш компьютер давно уже не ваш. А все, что не ваше, работает против вас. Земляки, контролируйте себя. Будьте бдительны. Будьте в адеквате. Самое простое, что вы можете сделать, это позвонить 02. И предоставить МВД возможность поработать за вас. Пока все. Субтитры сделал DimaTorzok